Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшняя пресс-конференция посвящена новым фактам разоблачения международной коррупции и внешнего управления Украины. Именно из-за утечки информации о сегодняшней пресс-конференции, именно на прошлой неделе было объявлено о наложении на меня санкций политиками из Министерства финансов США по подаче сенаторов из Демократической партии. Они очень не хотели, чтобы мы обнародовали то, что мы сегодня опубликуем. Но от пресс-конференции мы не отказались, на кону государственная независимость и суверенитет Украины. А главное, возможность на основании документов, фактов, естественных доказательств и теперь еще показаний свидетелей вернуть миллиарды средств украинским гражданам. Вопрос касательно санкций я обязательно сегодня прокомментирую, но хотел бы отметить следующее. Демокоррупционеры действительно очень боятся. И поэтому каждое слово, которое будет сегодня нами озвучено, подкреплено документами, цифрами и шокирующими записями. С каждым новым фактом, новой записью, новой проводкой по счетам мы убеждаемся, что внешнее управление и международная коррупция – это сиамские близнецы с множеством лиц, высших государственных чинов, олигархов, схемщиков и многих других персонажей, которые воруют у украинского народа. Что сегодня будет обнародовано? Первое. Доказательства вывода через финансовые ямы, миллионов долларов, украденных у украинского народа, отмытых с помощью банков и моек в различных юрисдикциях и последующими перечислениями их на счета компании семьи Байдена. Новые записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, свидетельствующий о внешнем управлении. Также мы обнародуем колоссальные коррупционные оборудки на закупках угля и газа, из-за которых украинцы платят на треть выше коммунальные тарифы. В этих оборудках участвовали на тот момент высшие должностные лица Украины и США. Нами будут обнародованы и факты освоения сотен тысяч долларов материально-технической помощи, направленных Украине и государством США, а также свидетельства развала структуры Генеральной прокуратуры, а ныне Офиса Генерального прокурора Украины. Еще раз повторяюсь, каждое слово, которое будет сегодня нами озвучено, подкреплено документами, цифрами и записями, которые нам передали журналисты-расследователи, а также люди, владеющие информацией о коррупционных схемах и свидетели, непосредственно находящиеся в ряде процессов, о чем мы сегодня и расскажем. Все имеющиеся в нашем распоряжении факты международной коррупции и внешнего управления Украиной мы передадим в правоохранительные органы Украины. Сегодня мы представим вашему вниманию только часть свидетельских показаний, подчеркиваю, часть свидетельских показаний. Хочу вас уверить, что у нас есть и другие свидетели, подтверждающие факты международной коррупции, в том числе и с граждан иностранных государств. Итак, первая часть нашей пресс-конференции. Доказательства выдача через финансовые ямы миллионов долларов, украденных у украинского народа, с последующим перечислением их на счета компании семьи Байденов. На одной из первых пресс-конференций около года назад мы показали банковские проводки на сотни тысяч долларов на семью экс-вице-президента США Джо Байдена, а именно на его сына Роберта Хантера Байдена, который входил в состав директоров скандально известной газодобывающей компании Буризма. Буризма принадлежит беглому министру времен Януковича Николаю Злачевскому. Наличие Байдена в руководстве Буризмы и оплата его услуг – ничто иное, как политическая крыша, которая защищала Злачевского от украинского закона, а именно от Уголовного кодекса. После ряда пресс-конференций к нашей группе расследователей, а именно к старшему прокурору, группе прокуроров Генеральной прокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 годах, Константину Кулику обратилось два иностранных гражданина, непосредственно занимавшиеся отмыванием украденных Злачевским у украинцев миллионов долларов с последующим выводом этих миллионов на счета фирмы Буризма. А также с последующим выводом на счета фирмы Байдена. Так как эти иностранные граждане находятся в процессе получения предоставляемого Украиной официального статуса «разоблачитель коррупции» в целях их личной безопасности, а также исходя из тайны следствия, назовем их условным именем «Свидетель-1» и «Свидетель-2». Подробнее об этом расскажет Константин Кулик, старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 годах. Константин Геннадьевич, Вам слово. Добрый день. На видео, которое мы сейчас опубликуем, свидетели подтверждают и детально описывают коррупционную схему отмывания украденных Злачевским у украинцев миллионов долларов с последующим выводом этих миллионов на счета фирмы Байдена. Кроме видео мы обнародуем заявление одного из свидетелей в правоохранительные органы Украины, в котором изложены данные факты. Предлагаю посмотреть видео. Добрый день. Меня зовут Константин Кулик. И сегодня мы общаемся с двумя новыми свидетелями, которые имели отношение к незаконной деятельности Николая Злачевского. Оба свидетеля они имели до беседы со мной, консультации с адвокатом, присутствующим, и понимаю, что заключили договор с ним. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как Вас зовут? Меня зовут О*****. Я являюсь гражданином Молотистской Республики. Что Вы можете рассказать об известных Вам обстоятельствах незаконной деятельности Николая Злачевского? Что Вам известно? Мне известно обстоятельства легализации и отмывания Николая Злачевским денег, перечисленных из Украины, которые не имели законного происхождения. Вы принимали в этом участие? Да. Принимали в этом участие, да. Хорошо. Можешь сказать тогда эти обстоятельства? Что происходило? Как это вы делаете? С 2010 года я вместе с другими людьми оказывал некоторым украинским и российским бизнесменам услуги по легализации их незаконных доходов и уклонению от уплаты налогов. Вы конкретно что Вы делали? Для этого регистрировали десятки компаний в офшорных зонах на подставных людей, как правило, на граждан этих офшорных стран. После чего получали на подставных граждан Латвии доверенности на право управления этими компаниями, открывали счета для этих компаний в банках Латвии и получали доступ к управлению этими счетами с помощью программы типа Клиент Банк. У Вас был клиент Николай Злачевский? Когда он появился у Вас? Как он у Вас появился? У нас появился в 2009-2010 годах примерно, да. И он был нашим клиентом с этого времени. Контактными лицами от Николая Злачевского со мной выступал, вернее, его доверенное лицо. В Украине Николай Злачевский имел очень много неучтенного налога, скрытые от налогов, неучтенные наличные деньги. В украинской валюте гривни. И речь идет о сумме до 10 миллионов долларов ежемесячно. И эти наличные деньги постоянно конвертировались в безналичные деньги и заводились на счета подставных компаний под видом различных придуманных контрактов и услуг. И мы контролировали этот процесс. Также мы организовывали эффективные внешнеэкономические контракты, которые никогда не имели реального исполнения. Между указанными компаниями и счетами компаний Вайрлоджик и Дигитекс. И в качестве менеджера контактировал с человеком от компании Буризма Холдинг. Что происходило? Они давали технические указания, какие суммы выводить из Украины и на какие цели их тратить. Присылали инвойсы и другие документы при необходимости. Также среди нас был человек, который в случае необходимости контактировал по этим вопросам непосредственно с Николаем Злачевским. Хочу подчеркнуть, что работали только с деньгами, которые принадлежали лично Николаю Злачевскому и которые в разный период времени находились на счетах разных офшорных компаний, а также на специально открытом счете Буризма Холдинг в латвийском банке под названием Приватбанк. Что хотел сказать, что я не имел отношения к другим счетам Буризма Холдинг, на которые, очевидно, поступали деньги от хозяйственной деятельности этого холдинга, связанной с добычей и продажей газа. Ясно. Вы говорите, что на счетах компании Virologic Technology Digitech Organization в Приватбанке в Латвии были смешаны деньги клиентов, связанные с украинским и российским бизнесом. Вы можете назвать этих людей, что это за бизнесмен? Сейчас я не хочу об этом говорить. Вы говорите о том, что оказывая Николаю Злачевскому помощь в проведении банковских операций, вы понимали незаконность происхождения этих денег. Вы можете объяснить, почему я сделал такой вывод? Я знал, что Николай Злачевский занимает разные государственные должности в правительстве Украины и одновременно занимается ведением бизнеса. Государственный чиновник в любой стране не имеет права заниматься бизнесом. Это коррупция. Я думаю, что это я понимал и Злачевский, так как он пользовался нашими услугами скрытно и неофициально. В случае с Николаем Злачевским ситуация была более коррупционной, так как он использовал свое служебное положение министра для того, чтобы предоставлять преференции своим же бизнес-структурам, компаниям, которые занимались добычей газа. Правильно я понимаю, как выглядела схема ваших слов в легализации денег, в которых принимал участие Николай Злачевский. В Украине неучтенные наличные деньги, которые принадлежали Николаю Злачевскому, заводились на расчетные счета украинских компаний в украинском банке в виде гривной валюты. Да, после этого они конвертировались и с украинского банка деньги поступали в приватбанк. Потом на основании внешнеэкономических контрактов покупался доллар, и этот доллар на основании этих внешнеэкономических контрактов зачислялся на счета компаний Virilogic Digitex. Да, которые были в приватбанке. И после этого с этих компаний уже доллар перечислялся на счет компании Brizma Holding в приватбанке в Латвии. Ну да, все верно. Хорошо. Скажите, а вы можете сказать, откуда вы осуществляли свои деятельности, какими техническими средствами вы пользовались? Вы работали из офиса в Риге, в Латвии, да, и также коллеги находились в Киеве, в Украине. Два офиса было в Риге, в Киеве, да, ясно. И также в работе использовались компьютеры, и, как я уже говорил, система клиент-банк была, и работали с VPN, и в работе использовался вот этот компьютер. Ну, за то, что мы показывали ваш компьютер? Да. Уточните мне еще раз, пожалуйста, обстоятельства открытия счета от Brizma Holding в латвийском приватбанке. Как использовал этот счет? В 2012 году к нам обратился клиент, который сказал, что Николай Злачевский хочет открыть отдельный счет компании Brizma Holding. Ну, это ***. Ну, банковский счет Brizma Holding Николай Злачевский использовал для оплаты личных нужд, когда хотел выдать свои платежи за платежи от имени этой компании. От Brizma? Да. Вам известно обстоятельства перечисления денег за консультационные услуги со счета Brizma Holding на счет американской компании «Розамон Сеннека Бахаи»? Да. И что вам известно? Известно, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 происходили эти платежи. И я обратил внимание на странные повторяющиеся суммы. В чем? В долларах, да, которые выглядели, ну, которые исчислялись суммой 83 тысячи 333, 33 цента. Ну, неровную сумму. Неровную сумму, да. Вот. С Brizma Holding, да, перечислялись на «Розамон Сеннека Бахаи». Но обратил внимание на то, что, ну, как я уже сказал, что это какие-то странные неровные суммы были, это раз. Ну, во-вторых, они повторялись порядка, там, 20 платежей. То есть, было очень много, да. И, ну, как бы, это все было за оплату, ну, оплату за, ну, консультационные услуги. Как будто это был какой-то общий платеж, разбитый на неравной части, которые не привлекали внимания банк. А вы видели какой-либо контракт в подтверждении вот этих платежей? Вот. Никакого контракта в подтверждении этих платежей я не видел. А как оно выглядело? Как вам, как вам пришло? Ну, на почту присылали образец платежного поручения. А кто присылал? Нужно было оформлять его по системе клиент-банка и, как я уже говорил, перечислять компанию «Буризма Холдинг» в Латвийском банке. Приват-банк на счет американской компании «Розомот», «Ценек», «Бухай», «Луця». Хорошо. А какие деньги использовались для наполнения счета этой компании? Ну, использовались деньги Николая Злачевского, которые заводились в компании «Вайрлогик» и «Дигитакс». Ну, это те деньги, которые… Которые не учтены, ну, да. Не учтены на Украине по приватной схеме. Да. И в конечном итоге он попадал на «Буризма Холдинг», и с него шли оплаты, в том числе и на «Розомот». Да, все верно. А как вы разделяли, где российские деньги, где украинские деньги, то, что вы не хотите говорить? Как вы ввели учебу? Ну, эти… Ну, как говорил, эти все деньги смешивались на компаниях «Вайрлогик» и «Дигитакс». Все вместе. Ну, вот ваша задача, она в чем заключалась? Оплатились такому получателю, как «Алан Автор», да, с этой компанией, и это происходило в 2014 году, с 16 декабря по 19 августа 2015 года. И там была тоже большая сумма, да, в размере 242 тысячи 885 тысяч евро физическому лицу «Алан Автору» в «Ситибанк». Также, повторяюсь, за консультационные услуги. Понятно. И еще были перечисления в этот же период на счет также физического лица Александра Квасневского в «Польский банк». Там также были консультационные услуги, но сумма там была 1 миллион евро. Я также подаю заявление о преступлении и прошу предоставить мне статус разоблачителя коррупции. Этот человек знает обстоятельства непосредственно участия Николая Злачевского в описанных преступлениях и об обстоятельствах сокрытия этих преступлений после 2014 года. На данный момент я не называю его имени, так как считаю, что он должен воспользоваться программой защиты свидетелей. Вместе с этим я хочу вас спросить. Вы слушали рассказ от свидетеля. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, я подтверждаю наш сегодняшний разговор, то, что было произнесено. Компания работала примерно с 2009 года по легализации и оптимизации средств клиентов. В данной ситуации идет речь о Николае Злачевске и Борисме Холдинге. В его пользу были сделаны операции. В дополнение, Борисме Холдинг происходил от двух компаний, ниже перечисленных, и Борисме оплачивал свои счеты. В данной ситуации она оплачивала розовод Семека на счет в Моргенстендере. А что это за компания розовод Семека? Компания принадлежала Хантеру Байдену. Уважаемые коллеги, это часть записи опроса свидетелей, которую проводил Константин Геннадьевич вместе в присутствии с адвокатом. Полная запись этого разговора будет выложена на сайте Набу Ликс буквально по окончанию пресс-конференции. Одна цитата из заявления свидетеля. Все описанные финансовые операции были фиктивными и платились большие деньги в Украине, чтобы государственные органы закрывали на это глаза. Информация о принадлежности той или иной суммы денег конкретному бизнесмену, который заказал такую услугу легализации, в том числе Николаю Зачевскому, находится на ноутбуке, который свидетель передает правоохранителям Украины. Какие же средства получали участники схемы? В период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года свидетели заметили стороны повторяющейся платежи, которые по указанию Олега Неллина, а это помощник Николая Зачевского в Верховной Раде, отправляли со счета компании «Буризма Холдинг», который был открыт для личных нужд Николая Зачевского в латвийском отделении «Приватбанк» на счет американской компании «Раземонт Сенека Бухай». Свидетели обратили внимание на эти платежи, так как примерно 20 раз повторялась одна и та же некруглая сумма – 83 333 доллара 33 цента, как оплата за консультационные услуги. Это было похоже на общий платеж, который был разбит на неравные части. В период с ноября 2014 по октябрь 2015 года были перечислены украденные украинцев деньги, которые находились на счете компании «Буризма Холдинг» в латвийском отделении «Приватбанка». На счет компании «Раземонт Сенека Бухай» в американском банке «Морден Стэнли» платежами на общую сумму 3 миллиона 400 тысяч долларов США за консультационные услуги. Эта компания «Раземонт Сенека» согласно переданным свидетелями выписки тесно связана с баннами. Кроме того, сконтролируемый Злачевский счет «Буризма Холдинг» в период с декабря 2014 по августа 2015 года были перечислены 242 885 евро на счет Алана Аптору, это член правления «Буризма». Деньги перечислялись в Ситибанк за консультационные услуги. И также в этот период были перечислены на счет также член управления «Буризма Холдинг» 1 миллион евро Александру Костневскому в Польский банк, ПКО «Банк Польский», тоже за консультационные услуги. Все эти деньги общей суммой около 5 миллионов долларов были украдены у украинцев и отмыты через вышеуказанные подставные кампании. Эта плата только за политическую крышу, которую Злачевскому оказывал байдер. Это только часть выплат за небольшой период, документально подтвержденный только этими свидетелями, а также подтвержденный отчетами финансового мониторинга Латвии, Кипра и Украины, которые размещены на сайте «Набуликс». Материалы финансового монитора, сколько длились эти выплаты, сколько платилось силуикам, наглоюкам, лоббистам и сколько всего было украдено. Думаю, сумма исчисляет за десятками миллионов долларов. Что мы имеем в итоге? Семья Байденов осуществляла политическую крышу Злачевскому из украденных денег украинцев как минимум на сумму 3 миллиона 400 тысяч долларов США. Вот как выглядит схема воровства денег и их перечисление через офшоры на кампанию Байдена. Вызывает удивление, что эти факты имеются у финансового мониторинга Министерства финансов в США, но отмытые деньги не блокируются и не проводятся расследования у полномочий органов США. Кроме этого, блокируется полностью проведение расследования данных фактов в Украине. К слову, если Буризма опять захочет отбелить Байдена в суде, хочу уведомить, что уже одно судебное дело в части выплат от Буризма Байдену я выиграл на прошлой неделе. Кстати, адвокаты Буризма пытались отбелить Байдена, не оспаривая сам факт оплат. Их сначала только указанные размеры и точность по выплатам. Этот факт отмечен в решении суда. Как еще воровал Злачевский, согласно данным журналистов и расследователей, мы расскажем в следующей части нашей пресс-конференции. А пока предлагаю журналистам ознакомиться с коррупционными проводками Злачевского, всех желающих потоптаться по коррупционным схемам. Это выписки из банка. Злачевский, согласно данным журналистам, разговоров Порошенко и Байдена. Сразу отмечу, Джо Байден столкнулся с угрозой потерять стабильный доход от Злачевского, а по сути от украинских граждан, когда генеральная прокуратура во главе с Виктором Шокиным начала уголовное производство по Буризме и воровству денег украинцев. К Байдену подобрались настолько плотно, что он ради сохранения обонплаты от Злачевского пообещал Порошенко 1 миллиард кредитных гарантий. Еще раз. Байден ради собственной прибыли распорядился чужим миллиардом, который Порошенко с радостью принял и освоил на своих предприятиях Богдан и Ленинская кузня, а взамен уволил Шокина. Вторая угроза для Байдена возникла после президентских выборов в США и его ухода с поставицы президента. Они созванивались регулярно с Порошенко уже после президентских выборов в 2016 году. Байдену было важно удостовериться, что в отношениях ничего не изменилось, а Порошенко важно было отчитаться о внешней политике Украины и отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом. Давайте послушаем запись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... ...and do it now since they fired the guy who headed up the transition just last week. The reason I bother to tell you that is I have been somewhat limited on what I'm able to tell their team about Ukraine. The truth of the matter is, the incoming administration doesn't know a great deal about the situation. So I'm meeting with the vice president-elect who's the only one that has any foreign policy experience. You play an enormous role in bringing peace to my country. Actually, save my country. This is my real feeling. Well, you're awfully generous. I don't plan on going away. I mean, as a private citizen, I plan on staying deeply engaged in the endeavor that you have begun and we have begun. At least that's my objective. That's my objective. But if I go beforehand, I'm worried since they don't know enough, they will think I'm trying to game them. They will think I am trying to put them in a corner. They will question my motive in going before they are fully briefed. And I'm sure you understand that. You're a good negotiator. That's, at least that's my thinking at the time. And I've seen nothing to make me question my judgment about this being the right approach. Как там сказал Петр Алексеевич, продать украинскому народу в годовщину революции с добудки. Циничные тексты циничных людей. Продавал надежду, все остальное в стране грабили. Как видим, Байден уверяет Порошенко, никто никуда не уходит. Наоборот, Байден заверяет Порошенко, что влиял на переходную администрацию президента Трампа. Нам было бы все равно, если бы это не касалось создания и крышевания коррупционных схем вместо борьбы с коррупцией. Реальной борьбы с коррупцией. Еще одна запись достойна внимания обсуждения Порошенко и Байдена новоизбранного президента США Дональда Трампа. Давайте послушаем. Порошенко, президент Порошенко. Петро, Джо, как ты? Очень хорошо, как обычно, когда я слышу твою голосу, мой любимый парень. Скажи мне о твоей общей субъектности, если можно, с Трампом. Я сказал ему очень много позитивных вещей, которые президент обама и администрациями делают. Но, frankly speaking, я ждал, я ожидал, много позитивных разговоров, и это было очень серьезно и очень холодно. Хорошо, хорошо. Смотрите, у этого парня, в английском языке, вы знаете, как птицы всегда гуляют машины или машины по дороге? Вы знаете, плохой птицы гуляют машину по дороге? Да. Ну, это экспрессия в английском. Он гулял машину. Он гулял машину. Он гулял машину, но он не знает, что делать. Он не знает, что из машины сделано или что в него. Так что у нас настоящая возможность сделать его героем. Действительно называть президента своей страны собакой, бегущей за машиной, а второму подхихикывать – это признак настоящих государственных мужей с высокой культурой государственности. Удостоверившись, что все в порядке, Байден и Порошенко признаются в ментальной любви друг к другу, присваивают друг другу звания и восхищаются друг другом. Давайте послушаем. Поросенко, представитель Поросенко. Привет, Петро, Джо, как вы? Очень хорошо. Как обычно, когда я слышу тебя, что я слышу. Продолжение следует... 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 грабежа людей Виталий Михалюк, бывший сотрудник службы безопасности Украины. Он проработал начальником службы безопасности на шкребляка в Технове с 2008 по 2017 год. На протяжении почти 10 лет он имел доступ к схемам по ворованию населения, а сейчас мы их обнародуем. Итак, как закладывались платежки, коррупционный интерес и как зарабатывал на украинцах Порошенко и компания. Первое. Как известно, руководителем структуры НКРЕ, который отвечает за цифры в платежках людей, был молодой, наглый, успешный, бывший вице-президент ICU, представитель компании Рошен в Российской Федерации, фактически руководитель Липецкой фабрики, Дмитрий Вовк. Сам Петр Алексеевич своим президентским указом назначил его на должность главы НКРЕ. Задачей Вовка было загонять игроков энергетического рынка в стойло Петра Алексеевича, а также создавать модно звучащие и сложно понимаемые коррупционные формулы и схемы Тима Роттердам+. В начале 2017 года НКРЕ во главе с Дмитрием Вовком провели соответствующие проверки правильности начисления и использования тарифов на тепловую и электрическую энергию, а по результатам которой в итоге за деятельность 2015-2018 год снято с тарифов вышеуказанных предприятий 232 млн грн. и еще планировалось к снятию 516 млн без НДС. Спрятать такие суммы от глаз правоохранителей было тяжело, поэтому в начале 2017 года между Шкребляком и близким другом и бизнес-партнером Порошенко Игорем Каноненко была достигнута договоренность в пятом элементе, о чем сообщала в свое время программа схемы Радио Свобода. О чем договорились? Первое. Юридическим выгодополучателям от деятельности энергопредприятий продолжает оставаться Шкребляк, но при этом на ключевые должности в управляющей компании и на указанный тест назначаются лица из бизнес-окружения Игоря Каноненко. За это Шкребляк получает гарантии продолжения своей бизнес-деятельности. Второе. Закрытие всех вопросов с Селомиками стало личной обязанностью Шкребляка и рассчитывался он за это из собственных ресурсов. В течение марта-мая 2017 года Шкребляк передал несколькими частями денежные средства в размере 10 млн долларов наличными для закрытия вопросов с законом. Эту информацию предоставил нам начальник службы безопасности Техновы Виталий Михалюк. В последующем так называемое сопровождение противоправной деятельности указанной энергогруппы осуществлялось через отдельных руководителей Генеральной прокуратуры СБУ и МВД Украины. Ежемесячный абонемент для каждого прохранительного органа составлял от 100 до 150 тысяч долларов США. Таким образом, между Шкребляком и Каноненко было принято понятийное соглашение о распределении прибыли с энергобизнеса Шкребляка. В этом распределении фактическая собственность оставалась за Шкребляком, а оперативное управление переходило людям Каноненко. Это Сергей Мищенко, человек Захарченко, экс-министра времен Януковича, и Елена Мазурова из орбиты Николая Злачевского и компании Боризма. Именно Мазурова месяц назад вынул оборотные средства из группы компаний Технова, а по сути деньги наших граждан, украденные с Сумской, Черниговской, Черкасской и Дарницкой ТЭЦ, и понесла эти деньги в НАБУ и САП, чтобы сделать ценный подарок дню рождения Николая Злачевского закрыть уголовное дело относительно него. Это та самая громкая взятка в 6 миллионов долларов, на которой взяли Мазурову с подельником Андреем Кичей, главным юристом Боризма. Все о чем я сейчас говорю есть в материалах уголовного производства. Напомню, это именно то дело по Боризме, которое сначала не увидел в ЕРДР Сарасенок, экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапко, а потом случайным образом нашел и изучив, определил его бесперспективным. Как видим, оказывается, было за что нести взятку. Кстати, взятка первоначально, согласно документам, находящимся в Генпрокуратуре, составляло не 6, а 50 миллионов долларов. Люди Каноненко, Мазурова и Мищенко известны экс-работники государственной фискальной службы. Они имели колоссальный опыт и были одним из лучших обнальщиков в стране, и не только в Украине, а и за ее пределами. И их поставили на сопровождение схемы неспроста. Именно Мазурова, по словам Виталия Михайлюка, обеспечила для Каноненко незаметную схему получения сверхприбыли, да еще и в Нале. На чем же базировалась такая сверхприбыльность предприятий? Все помнят схемы поставок угля Рортадам Плюс, уголь из ЮАР или пенсильванский уголь. Все эти схемы не более чем рекламная акция для завышения цен на уголь, а в последующем и основания для поднятия тарифов украинцам. Но суть схемы несколько в другом. Я прошу показать эту схему. Поставка угля шла с Ордло через российские фирмы прокладки, не из Роттердама и не из США, из Ордло. Средства выводились на офшорные компании в Польше, Британии, в Прибалтике и на Кипре. Украинским гражданам и патриотически настроенной общественности Порошенко и компания в очередной раз продали и скормили энергетическую независимость, замотав в обертку Рортадам Плюс и пенсильванского угля. А как же все происходило на самом деле? Как работала схема? Согласно грузовым таможенным декларациям ГТД, отправителем-экспортером являлась фирма из Российской Федерации. Получателем являлась ТЭЦ в Украине. А вот лицом ответственным за финансовое урегулирование выступали фирмы прокладки в Украине или не резидент. Именно эти фирмы обеспечивали завышенную цену угля, которая добавлялась к тарифу, утвержденному НКРЕ для ТЭЦ. Такие же фирмы прокладки служили инструментом для создания маржи и дальнейшего незаметного для украинских правоохранителей и фискалов беспрепятственного перечисления средств на счета участников схемы. Согласно имеющимся данным, так называемая маржа в среднем составляла 18-25 долларов с тонны угля. При объеме поставок в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1 миллиона 400 тысяч тонн в год. Таким образом, теневая доходность от вышеуказанных схем составляла около 30 миллионов долларов в год. В свою очередь, завышение стоимости угля для ТЭЦ давало возможность завысить потребительский тариф для населения на конечную продукцию тех же ТЭЦ тепло и электроэнергию. Эти деньги платят простые украинцы. Вот он заработок на входе с угля, на выходе с тарифа. Все эти факты изложены в заявлении Виталия Михайлюка, который работал на Шкребляка. Это заявление он направил еще в мае 2020 года в офис генпрокурора, в результате чего было зарегистрировано уголовное производство 42.02.09.84 и 42.02.09.85 Это касается схемы угля. Теперь расскажем, как воруют у населения на газе. Как известно, кроме угля ТЭЦ в своей деятельности использует еще и газ. Здесь Петр Алексеевич тоже проявил необыкакую смекалку. Честно говорю, аплодирую стоя. Все помнят о нашумевшей в СМИ информации журналистов ТСН о венской встрече Каноненко и Злачевского в начале 2017 года. Все думали и гадали о цели этой встречи. А цель была проста. Получить дешевый по сравнению с нафтогазовским газ от буризма Злачевского или забрать его даром, так сказать, взятку за лояльность. Напомню, буризм это такая мощная компания, что в ее руководство входил сын экс-вице-президента Байдена Хантер Байден, а семья Байдена получала миллионы за непонятные услуги. В реальности за политическую крышу. Из акта проведения проверки НКРЕКП 340 от 30 сентября 2019 года следует, что Технова в 2017 году стала приобретать газ помимо нафтогаза Украины еще и ТОВ Эскопивнич, которая входит в группу компаний Буризма Холдинг. Хочу обретить ваше внимание, что у нас есть полный доказательный объем документов, касающихся деятельности группы компаний Технова, включая копии черной бухгалтерии, товарно-транспортные накладные и так далее. Мы работаем в депутатском объединении минус 25 процентов стоп-коррупции. Продолжаем собирать факты, документы и информацию. А сегодня я обращаюсь к мэрам и депутатам СУМ, Черкас, Чернигово и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность погрязшие в коррупции ТЭЦ, находящиеся в аренде за бесценок и навести в порядок тарифах, снизив их на 25 процентов уже до начала отопительного сезона. Цифры в платежках людей должны быть уменьшены. Грабить народ Украины непозволительно ни сивачевым гетьманам, ни их заокеанским покровителям. Как видим, в обмен на разрешение нашим оберегенным воровать у собственного народа американские кураторы из демокорабшем потребовали полный контроль в различных сферах госуправления, госкомпании, банковская сфера и многое другое. Мы об этом уже много говорили на предыдущих пресс-конференциях. Единственным препятствием здесь оставались правоохранительные органы. Поэтому демокоррупционеры начали плодить свои структуры типа НАБУ или пытались установить контроль за другими силовыми ведомствами. Как это происходило, расскажем в следующей части нашей пресс-конференции. Предоставляю слово Константину Кулику. Следующая часть нашей пресс-конференции касается внешнего управления государством Украины. Была навязана так называемая реформа оптимизации генпрокуратуры и перетестации ее сотрудников, которую активно начали реализовать при Рябошапке. Главная задача реформы – это полный контроль сбоку посольства США в Украине над прокуратурой и получение лояльности на ее руководство. Второстепенная задача, как всегда, освоить деньги либо украинских, либо американских граждан. В случае с генпрокуратурой, то тут отмывались средства международной технической помощи от США. Вот как выглядела схема по уничтожению украинской прокуратуры демокоррупционерами. Итак, кто сколько и чьи деньги воровал? Согласно плану закупок на реформу органов прокуратуры Украины, в частности, на проект поддержки реформы уголовной юстиции Украины, выделено чуть более 7 миллионов 380 тысяч долларов США. 744 тысяч долларов США из них реформаторы потратили на отели, на фуршеты, на размещение объявлений, ищем новых прокуроров и прочие жизненно необходимые для реформы вещи. Мы уже рассказывали вам об этом на одной из предыдущих пресс-конференций, не будем повторяться. Зафиксировали себе, что почти миллион из более чем 7 миллионов реформаторы, не буду сегодня говорить, украли, скажем так, освоили. Кто же был ответственный за так называемую реформу генпрокуратуры? Первый – это зам заместитель генерального прокурора Виталий Касько, который до этого уже нормально себе нареформировал в части присвоения служебного жилья и проходил по статье «Мошенничество». Второй реформатор – это начальник департамента международного сотрудничества ГПУ Полина Чиш, которую импортировали в свое время из НАБУ. Мы все помним, как Полина, будучи сотрудником НАБУ, незаконно сливала иностранным спецслужбам информацию, которая составляет тайну досудебного следствия, а также персональные данные руководства ГПУ и народных депутатов Украины. Итак, потенциальные мошенники-шпионка определяют, как освоить миллионы долларов, которые прислали украинцам. Они решают, что исполнителем программы переаттестации будет Международная организация развития права в Украине, ИДЛО, которую возглавляет Иван Дучидзе. Организация эта феерическая, прописана она в Риме, филиал имеет в ГАГе и имеет скандалы по всему миру. В каждом случае скандалов КИДЛО было три претензии ключевых. Неэффективность использования средств, отсутствие реальных результатов и работа на картинку для презентации и заангажированность. Ярким примером такого скандала был кейс по Афганистану, который закончился окончательным негативным выводом относительно проекта ИДЛО. Это расследование относительно проекта GTP в Афганистане. По обращению сенатора США, Офис специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, СИГАР, при правительстве США, начал расследование относительно выделения госдепом США на GTP в 47 миллионов 700 тысяч долларов. Как видите на экране, в 2013 году Офис специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана направил госсекретарю Джона Кэрри разгромное письмо относительно проекта GTP. Офис инспектора констатировал множество нарушений ИДЛО. И вот эта структура была выбрана исполнителем программ по реформированию у нас прокуратуры в Украине. Ключевая задача – оттестировать ГПУ так, чтобы в руководстве остались только нужные им люди. Дикость подхода наших реформаторов, видимо, испугала даже самих мошенников ИДЛО, успешно прошедших освоение средств в Афганистане. Поэтому ИДЛО, будучи нанято на подряд реформирование, лично реформой не занималась в Украине, а отдала ее на субподряд. За деньги Международной технической помощи Украине ИДЛО заключает договор с ООО «Сайметрикс Украины». Предметом договора является анонимное тестирование прокуроров, якобы экзамен на профпригодность. По логике, если уже решили аттестировать работающих и опытных прокуроров, то такой экзамен нужно было проводить только авторитетно и сертифицированно научной структурой с большим опытом. Потому что от нее зависит качество кадров Генеральной прокуратуры, как главного прокуратурного органа Украины. «Сайметрикс Украины» такой, естественно, не являлась. Создана она в 2018 году. Без опыта подобной деятельности компания была выбрана под один подряд развалить кадровый состав ГПУ. Как мы видим, как только тесты были проведены, Генпрокурор Рябошапка уничтожает всю документацию, чтобы никто ее не видел. Подробнее о этом расскажу чуть позже. А компания «Сайметрикс» меняет владельца и занимается своим основным видом деятельности розничная торговля вне магазинов, торговля в палатках и на базаре. Еще раз, реформой Генпрокуратуры занималась компания, которая сегодня продает бананы на базаре в Киевской области. Есть все основания считать компанию «Сайметрикс Украина» фирмой, созданной под единую задачу, которая на практике использовалась как инструмент для вывода средств материально-технической помощи США. Официальных трудовых отношений с психологами в октябре 2019 года, в момент реформы, у «Сайметрикс Украины» не было. То есть предприятие не имело и не могло предоставить справку о наличии специалистов соответствующей квалификации, имеющих достаточные знания и опыт для проведения тестирования прокуроров. Где психологи, где торговля бананами. Тем не менее, «Идло» выбирает именно эту компанию для тестирования прокуроров. В свою очередь, «Сайметрикс Украина» начинает срочно оформлять трудовые отношения с физлицами, многие из них моложе 20 лет. То есть, по сути, по замыслу, по бумагам тестирования генпрокуратуры должно проводиться и проводится группой студентов. При этом, фонд оплаты трудовых отношений составляет сотни тысяч, а сам тест для переаттестации прокуроров «Сайметрикс» не разрабатывает, они его просто покупают. Кто, как и чем тестировал украинских прокуроров? Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятия должностей в САП Шмалиня Сергей Валерьянович. Сразу же после начала тестирования в октябре 2019 года организовал приобретение онлайн-теста «Сайметрикс» у консалтинга и фирмы «Мета-консалтинг». В такой способ, в таком образом тесты в ВПУ проходили нужные люди. Все остальные шли на тест по умчевому принципу. Естественно, тест не проходили, потому что он составлен так, что человеку с нормальной психикой пройти его изначально невозможно, о чем свидетельствует запись. В такой способ извне развалили Генеральную прокуратуру Украины, то, что вы наблюдаете сегодня сами. Переждаю слово Андрею Деркачу. С официального сайта. Все, что вам сказал мой коллега, уже давно перестал оказаться теорией заговора. Хочу обратить ваше внимание, что на днях в сеть попало письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс, Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором она предоставляет список, в кавычках, независимых экспертов, которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров, а также напоминает об указаниях, временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квинн, беспрекословно соблюдать прописанные за океаном сценарии так называемой реформы органов прокуратуры Украины. Хочу обратить ваше внимание, что мы расследуем освоение средств, выделенных на реформу правоохранительных органов Украины в виде материально-технической помощи, а также попытки блокирования таких расследований, а также попытки внешнего управления правоохранительной системой как минимум по семи направлениям. Мы ведем эти расследования и не остановимся. Кстати, о Кристине Квинн. По моему обращению правоохранительные органы в апреле 2020 года зарегистрировано уголовное производство 12.08.08.04.44 по факту хищения средств международной технической помощи должностными лицами представительства ИДЛО в Украине и ООО «Сайметрикс Украина» во время проведения реформ органов прокуратуры Украины. На сегодняшний день, по информации журналистов-расследователей, благодаря давлению временно поверенной по делам США в Украине Кристины Квинн на руководство Офиса Генерального прокурора и Министерства внутренних дел в августе 2020 года в нарушение уголовно-процессуального законодательства производство по этому делу было закрыто, при этом даже без допроса меня как заявителя. По этому поводу я обратился в Офис Генерального прокурора с заявлением о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 343 УК Украины вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа, требуя зарегистрировать уголовное производство согласно законодательству. По данным адвоката, уже есть решение суда, которое обязывает Офис Генерального прокурора внести в ведомости в единый рейс до судебных расследований и начать производство. То есть это будет конкретное производство по конкретному персонажу, временному поверенному Кристине Квинн и тем, кто мешал расследованию деятельности Сайметрикс. К сожалению, такая ситуация с давлением на украинские правоохранительные органы, поверенных в делах США в Украине, возникает не в первый раз. Так, Генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным было зарегистрировано уголовное производство по фактам хищения средств международной технической помощи, выделенных на эту программу. Но остановил расследование, временно поверенный в делах в то время в США, Джордж Кент. Как вы видите на экране, об этом свидетельствует официальное письмо Джорджа Кента, который фактически препятствовал законной деятельности правоохранительных органов по расследованию хищения денег американских налогоплательщиков. «Мы полностью удовлетворены тем, что эта помощь использовалась исключительно для указанных целей, и, как указано выше, мы не видим никаких оснований, на наш взгляд, как донора, который оказал помощь для расследования ее использования. Расследование действий Центра противодействия коррупции в отношении помощи, которую они получают от нас, тоже неуместно». Это конец цитаты. То есть Кент крышует еще и Шабунина. Фактически этим письмом Джордж Кент прикрывает схему хищения средств американских налогоплательщиков и незаконно вмешивается в деятельность правоохранительных органов Украины. А учитывая то, что Джордж Кент ныне работник Государственного департамента США, организация ИДЛО до сих пор выполняет функцию освоения американских средств, есть основания полагать, что Джордж Кент активно способствует противоправным действиям по продолжению нецелевого использования и отмывания средств через организацию ИДЛО и Сайметрикс Украина. Уже указанное письмо было подписано и направлено в Генеральную прокуратуру Джорджем Кентом ровно на следующий день после отставки Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Однако освоение материально-технической помощи это только вершина айсберга, которая скрыта в данном конкретном кейсе. Даже Рябошапка понимал, что все было настолько бестолково, безграмотно и безобразно, и что его начнут догонять по закону. Поэтому, когда стало известно, что в Раде есть необходимое количество голосов за отставку Рябошапки, он уничтожил всю документацию по тестированию. 7 февраля 2020 года по поручению Офиса Генерального прокурора было уничтожено 449 килограмм материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры. На слайде показано, как заметали следы освоения материально-технической помощи от США. Какие выводы из этой истории? Первое. Внешнее управление полностью разрушает правоохранительную систему Украины. Второе. Часть опытных и квалифицированных специалистов, которые работали на Украину, а не заокеанских хозяев, были выброшены из профессии. В связи с этим мы передаем в правоохранительные органы имеющиеся у нас документы, а незаконно уволенным следователям, прокурорам предлагаем защитить в суде свое право служить народу Украины, используя имеющиеся в нашем распоряжении материалы. Выявленные факты внешнего управления Украиной, нарушение отдельными должностными лицами посольства США, государственного суверенитета Украины, раскрытие фактов, тайны досудебного расследования посольства США и управления действиями независимого государственного правоохранительного органа НАБУ, систематическое незаконное вмешательство в деятельность Генерального прокурора Украины и Офиса Генерального прокурора должностными лицами посольства США, все это является нарушением международных законов и сопровождается постоянными скандалами. Таким образом, с учетом указанных фактов, сообщаю, что сегодня я обращаюсь с исковым заявлением в административный суд с требованием признать противоправную бездеятельность Министерства иностранных дел и требую обязать МИД внести официальное заявление о недопустимости вмешательства отдельными лицами посольства США во внутренние дела Украины. Второй иск Константин, мы... Второй иск мы подаем, он касается украденных у украинских граждан миллиардов долларов США. В этом иске, в том числе, будут заключаться требования обязать государственные органы Украины расследовать обстоятельства легализации денежных средств в размере 6 миллиардов долларов США, которые в период 2013-2014 год были незаконно выведены из Украины на американский инвестиционный фонд Франк Тэмплтон. Таким образом, мы готовим обращение в суд с исковым требованием признать бездельность НБУ, Кабинета министров, НАБУ, Армы, неправомерной и несоответствующей Конституции и законам Украины, а также принять меры, направленные на установление местонахождения незаконно выведенных средств и возврат их в госбюджет. А это не менее 13 миллиардов долларов США. Теперь, как я обещал о санкциях. Хочу, чтобы наши граждане правильно поняли, что своим фактическим решением о введении санкций в отношении меня министр финансов США Мнучин заявил буквально следующее. Мы требуем остановить расследование и публичное освещение фактов коррупции и грабежа украинских граждан. Фактов выведения наворованных и отмытых средств с территории Украины через разные юрисдикции, в том числе в США. И мы в лице Минфина не собираемся возвращать 13 миллиардов ворованных средств в Украину. Поскольку эти средства находятся в распоряжении нужных компаний и имеющих надежных лоббистов, покрывающих воровство и коррупцию с участием украинских олигархов и беглецов из Азу Януковича и Азу Порошенко. Наш ответ товарищу Мнучину простой. Верните деньги украинцев в бюджет. Это 13 миллиардов долларов. И оставьте себе свои санкции. Нам не нужны ваши кредиты и десант прожорливых советников и грантоедов. Верните нам деньги, украденные украинских граждан в бюджет. 13 миллиардов. Основной вопрос для нас это возвращение денег украинских граждан, украденных, отмытых с помощью международной коррупции и внешнего управления в экономику и бюджет Украины, а также улучшение качества жизни наших заграждан. Спасибо. Мы готовы ответить на вопросы. Неужели никто не спросит, как не успели товарищи от Порошенко с темниками? Неужели никто не спросит про агента с 10-летним стажем? Мы взлетаем. Пойдемте. Да, Андреевич, во-первых, такой вопрос, Александр Юрьевич, когда именно начался зачет вашего агентурного стажа, 10 лет или раньше, и второе, как вы лично относитесь к санкциям, которые введены против вас нашим стратегическим партнером, и планируете ли вы подать в суд? Вы говорили об этом на Минфин США. Ну, если говорить серьезно, такие обвинения, они должны сопровождаться не записками сенаторов и подготовленными сплетнями от лоббистов, а должны сопровождаться фактажом, документами, вот то, о чем мы говорим с Константином Геннадьевичем, когда рассказываем о коррупционных или противоправных действиях. Пока, кроме заявления, я так понимаю, крупномблочного, неразобравшегося Минфина США, мы ничего за этим не видим. Ну, и логика десяти лет, она является на самом деле абсурдной. Вы представьте, десять лет назад я был, собственно говоря, депутатом народным во фракции партии регионов Януковича, у которого и так, в принципе, с Россией и в десятом году все было хорошо. И сегодня он проживает в Российской Федерации. То есть, получается, по логике, опять же, Министерства финансов, если меня в семнадцатом году депортировали из Российской Федерации, насколько я понимаю, по заказу одного из олигархов, против которых проводилось расследование в Украине, то если меня лишили визы в Соединенные Штаты, я еще являюсь агентом ЦРУ. То есть, нелогичность, ну, такая, непоследовательность в текстах. Ну, и теперь, то, что касается интересных вопросов, ведь по визе. Мне бы хотелось, конечно, похвалиться масштабностью мсти, то есть, мести, которая там была, да, то есть, это из-за Байдена. Но вот, по визе ситуация, как нам рассказали, мы пытались это выяснить какой-то промежуток времени официальным путем. Неофициально нам из двух мест рассказали, что на самом деле решение визы, это история, связанная с моей работой вместе с Джулианей, на тему расследования по двадцати кейсам воровства технической помощи. И в этот момент, просто это был один из кейсов, мы зацепили тему Шабунина и Шерембея. Это вопросы, связанные с антиспидом. И нам объяснили, что оказывается, все банально и просто, шершаляфа. Оказывается, это была просьба Шабунина к Кристине Квинн. И оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квинн более чем близкие и более чем дружеские. Мы, конечно, удивились этой теме. Ну, потому что я, конечно, допускаю, исходя из того, что Кристина Квинн вмешивается в работу органов правоохранительных генерального прокуратуры МВД, что она женщина с пониженной государственной ответственностью. Но она же не должна понимать, что в конце концов у нее в кабинете даже камеры стоят. Она же официальное лицо. Поэтому мне, конечно, в это верить не хотелось. Вторая информация, то, что касается вот этих санкций. Опять же, нас проинформировали, что эти санкции были щедро спонсированы из Украины одним из олигархов. И это не Пинчук. Этот олигарх имел совместный бизнес в энергетике с Петром Алексеевичем Порошенко. И, проходя в одном из кейсов, вот мы когда говорили минус 25% стоп коррупции, мы зацепили тему этого олигарха. Оказалось, что там еще есть и ОВГЗ. Ну, когда ты борешься с коррупцией, ты должен быть готов к тому, что тебе будут противодействовать. Единственный момент, что, конечно, иногда вот такие кейсы, как Кристина и Шабунин, и вот этот олигарх, они всплывают достаточно неожиданно. Но мы с ними будем работать, будем разбираться со всеми этими историями и продолжаем разбираться. Здравствуйте. Кошельник Денис, блогер. Смотрите, мы делаем такие социальные опросы и перед одним из судов ставили вопрос жителям Украины, Киева. Может ли ответить каким-либо образом Порошенко за свои действия? Не 90%, не 95%, все 100% сказали, что Порошенко никогда не сядет в тюрьму и никогда не ответит, потому что в этой стране это невозможно, если у тебя столько денег, чтобы ты оказался за решеткой. Расскажите нам, пожалуйста, когда можно этого ждать? Это можно ждать, когда будет пересобрана правоохранительная система Украины. Это можно будет ждать, когда на должностях будут находиться профессионалы, которые имеют опыт, знания, а главное силу воли для расследования. Это начнется тогда, когда наш президент Зеленский, который сейчас напоминает зайчика, который сидит, знаете, закрыл глазки ушками и вроде не так страшно. И Порошенко есть, и коррупция есть, а ушками глазки закрыл, и все хорошо. Пусть он глазки откроет и посмотрит, что происходит вокруг. И где эта история, связанная, там, я ваш приговор. Какое количество документов? Вот подойдите, посмотрите ситуацию, там, с выписками Морган Стэнли. Наверное, не каждый видел эти выписки. Сколько килограмм документов по ГТДшкам, декларациям, вопросам, связанным с транспортными накладными и прочим, надо принести в этот зал, чтобы началось расследование по воровству у наших граждан на тарифах. Для этого нужна просто политическая воля. Одного человека, президента Зеленского. Спасибо. Спасибо за внимание. Извините за несколько эмоциональные тексты и выступления. Нормально. Спасибо.